Всем привет! И сегодня мы с вами разберем, как у нас работает верхняя и нижняя рука. В предыдущем видео я уже рассказывал, как нам правильно держать клюшку, да, где ее нужно прихватывать, да, где она служит продолжением клюшки. Ну что, приступим! Хорошо, разберем короткое ведение. Именно работала при этом в верхней и нижней руке. Видите, я выполняю короткое ведение. Кисть у меня, в свою очередь, работает в полном объеме, да. То есть нет вот этого, да, когда я, обратите внимание на крюк, когда я, да, просто рублю капусту, видите, нет вот этого гладящего движения из стороны в стороны. За счет этого, кстати, и выполняется ведение, любое вообще. Мы всегда гладим шарик, гладим. Руку мы не прижимаем. Руки у нас свободны перед собой, да, можно сбоку. Главное, держите кисть правильно. Смотрите предыдущее видео. Работа нижней руки. Нижняя рука у нас просто придерживает, да, пальцем клюшку. Придерживает. Пальцы у нас в кольце. И я придерживаю. Рука ходит, да, я, по-моему, рассказывал, не рассказывал вообще. Рука ходит, да, из стороны в сторону. Также мы делаем движение. Клюшка крутится. Рука, впрочем, вспомогающая. Вот эту руку мы зажимаем, только мы можем прихватывать ее вообще всегда, по большому счету. И при ведении двумя руками, да, но я не рекомендую этого делать, потому что рука должна ходить, она должна быть свободна, да. Не, понятно, что в какой-то ситуации, особенно при броске, обязательно, да, в мой раз, я прихватил, да, чтобы выполнить рычаг. Я полностью упираюсь, да, верхняя рука тянет на себя, нижняя рука давит всей массой вместе со своей силой. Когда мы выполняем ведение, большая просьба освободить руку, да, вместе с плечами. А я плечах здесь, когда мы делаем ведение, наши плечи должны быть расслаблены. Когда плечи расслаблены, тогда у вас идет свободное ведение. Вы можете сделать тогда любой финн на любой скорости. Будет это, и это будет удобно, самое главное. Вот эта верхняя рука, когда мы выполняем ведение, да, и, ну, работу верхней руки, мы прижимаем руку. Бывает такое, что руку прижимают, ленинцы, да, работают нижней рукой. И верхняя рука у нас становится вспомогательной, это неверно. Верхняя рука служит продолжением клюшки, верхняя рука у нас основная, а нижняя, в свою очередь, она вспомогательная, она придерживающая. Когда мы выполняем широкое ведение, руки не задираем. При коротком тоже самое, не надо вот это вот устраивать, вот эту вот ерунду, особенно с пистолетом в руке, да. Потому что, когда я поднимаю руку, у меня поднимается рука пятка сразу, видно? Ну, видите, вот так вот у нас есть ребята, вот так вот научились, вот так играют в хоккей. Вот у нас руки, рука на уровне таза, да, можно пониже, можно чуть-чуть повыше, конечно, особо так сильно, если принципиально. И мы касаемся широкого ведения, из стороны в сторону, да, посмотрите, куда уходит верхняя рука, да, она не сюда идет, не сюда, да, вот рука у нас, вот рука работает, чуть назад, чуть назад, или в сторону, видно? То есть полная амплитуда. Ну, конечно, и не поднимаем, не задираем руку. Вот мы с одной рукой, а с другой рукой. Также касаться этого утражника. Раз, два, раз, два. Здесь тоже самое идет. Мягко, мягко. Ведение, ведение шайбы, неважно, широкое, какое еще, короткое у нас выполняется на пятке, на пятке крюка, на пятке крюка. Вот она, вот она. Здесь также ловим на пятку. На пятку. Амортизируем провожающее движение. Амортизируем. Амортизируем. Амортизируем.